В начале встречи Олег Хромов вручил Валентину Киму удостоверение мастера спорта по карате. Поздравляю вас. Как мне сказали, девушка вам вручит цветы. В историко-культурном центре города Видное 15 апреля собрались работники культуры и спорта, чтобы задать интересующие их вопросы руководителю муниципалитета. Исполняющий обязанности главы Ленинского района Олег Хромов поделился планами развития района, уделил особое внимание существующим проблемам и их решению, а также проблемам, с которыми придется столкнуться в будущем. Работников культуры и спорта интересовали такие вопросы, как ремонт районного центра культуры и досуга, предоставление жилья для молодых специалистов, строительство новых спортивных объектов в районе. Мы решили реализовывать новую программу, которую назвали «Школьный год». Выработали вместе с спортсменами как минимум три таких вот школьных парад, в том числе в шестой школе, в ЭХТЛ получим, между гимназией и школой получим. У нас три предполагаются таких вот комплексных площадок. Представителю культуры интересовал вопрос о строительстве досуговых объектов в новых микрорайонах. Я один из старейших работников культуры, проработал более 40 лет. В свое время я когда-то строил кинотеатр и знаю, как трудно это было делать в советское время. Сейчас идет массовая застройка новых жилых микрорайонов. Предусматривается ли там, в этих микрорайонах, учреждение досуга? Вы не поверите, на прошлой неделе от одного из застройщиков, не буду говорить, мы не заключили еще соглашение, поступило предложение о передаче нам как раз под кружковую работу в Булатниковском поселении 300 квадратных метров. Уже хорошо. В ходе встречи был поднят вопрос транспортного сообщения между городом Видное и поселком Измайлово. Также на собрании шла речь о благоустройстве деревни Тарычева, о строительстве дороги от улицы Советская на проспект Ленинского комсомола и о планах строительства дорог в районе с выездом на Каширское шоссе. В этом году будет разрабатываться проект планировки территории на выезд из 6 микрорайона, хотя бы в двухполосном исполнении в первую очередь, для того, чтобы сейчас не попадать на огромные выкупы, земельных участков, но проектирование будет вестись сразу в 4 полосы, как это предусмотрено СТП Московской области. И мы получим хотя бы светофорный выезд на Каширское шоссе. Такие рабочие встречи в режиме диалога помогают решать многие вопросы. Одни можно решить довольно быстро, другие требуют системной и планомерной работы. Но именно прямой диалог, доступность и оперативность работы местных властей помогают решать наболевшие проблемы жителей. Наталья Буслаева, Константин Брылов, Видное ТВ.